Как я сказал, доверие утрачивается не только друг к другу, не только к соседу, не только к органам власти, но и к работодателю. Потому что мы из-за слабости политических институтов, которые стали зависеть от электората, попали в ситуацию, при которой экономические институты стали, по сути дела, заменять политические. Что такое глобализация? Общего правительства, как известно, в стране не возникло. Но при этом возникли системы, которые объединяют весь мир в рамках единых производственных цепочек, рынков сбыта и прочее. И это позволило относительно большому количеству людей стать супербогатыми. И возникает у работников ощущение естественное, что почему кто-то зарабатывает больше них. Мы не доверяем, соответственно, людям, которые обладают колоссальными средствами, огромным влиянием. При этом мы на них работаем. В связи с чем? Возникает вопрос. И есть ощущение такого системного обмана. И он есть, потому что эти финансовые круги, конечно, ассоциированы везде с правительствами. Разумеется, это везде лоббизмы, это везде политические договоренности. Ни одна крупная компания не зашла ни на один рынок, не получив соответствующего лобби внутри правительств, государствам, неважно. И так далее. Поэтому и это сговор богатых против бедных. И вот это ощущение нарастающего заговора богатых против бедных перекидывается на всех работодателей. Все работодатели начинают восприниматься как часть этого заговора. Думать, что ты должен работать на кого-то, что кто-то может с твоего труда что-то получать, это сейчас вызывает все больше и больше отторжения. И дальше это будет только накапливаться. А если я перестаю доверять работодателю, то есть он производит какие-то процедуры, зачем? Ну, чтобы просто себе больше денег заработать, а не то, чтобы мне стало лучше. И это нарастающий кризис доверия, который имеет глубоко экономическую суть, основание. Аминь.